С каждым годом все меньше ветеранов Великой Отечественной войны остается рядом с нами. Книги, военные фильмы, фотографии. Ничто не заменит встреча с героями Второй мировой. Для педагогов и учащихся 18-й гимназии ветераны войны самые главные и дорогие гости. Каждой встрече они готовятся по-особому. На этот раз старшеклассники подготовили строки, опаленные войной. Отрывки из военных романов, рассказов, повести гимназисты читали так, будто на миг сами окунулись в то страшное время. Нас 20 миллионов, от неизвестных и до знаменитых, сразить которых годы не вольны. Нас 20 миллионов незабытых, убитых, обрнувшихся с войны. Нет, не исчезли мы в кромешном дыме, где путь, как на вершину, был непрям. Еще мы с женами снимемся молодыми, мальчиками снимемся матерям. После трогательного выступления ребята очутились на неповторимом уроке живой истории. Многим из этих школьников не удалось пообщаться со своими прадедами, которые воевали на фронте. Поэтому на таких встречах они всегда задают вопросы, которые не успели задать своим предкам. Ветеран войны Алексей Иларионович Матинин – постоянный гость подобных встреч. С болью в душе рядовой пехотинец вспоминает, как воевал в составе 1-го гвардейского механизированного танкового корпуса, как участвовал в освобождении Украины, Венгрии и Австрии. А долгожданный День Победы встретил в госпитале. Раненый солдат остался жив благодаря обыкновенной солдатской шинели. День Победы я находился в госпитале, и была большая радость. Все больные были настолько возбуждены, переживали. Были планы возвращения домой, учеба. Так что все были настроены по-домашнему, патриотически. По словам участников войны, беседы со школьниками придают им большой прилив сил и ощущения нужности. На прощание ветераны дали ценный наказ молодому поколению – всегда быть готовым защищать Родину, учиться и трудиться во благо своей страны.